Здравствуйте! В эфире программа об успехе «Деловой разговор». Некоторые эксперты считают, что стать успешным в период кризиса намного проще, чем в любое другое время. Главное – найти прорывную идею и воплотить ее в жизнь. Но чтобы получить эту самую прорывную идею, нужно ее создать или, как по-другому говорят, скреативить. Что такое креативность и вообще какова роль маркетинга сегодня? Об этом мы говорили с бизнес-тренером и вице-президентом Содружества Организации для развития бизнеса Валентином Войновым. Валентин, добрый день! Добрый день! Поговорим с вами о креативности. Сегодня модно говорить о креативном подходе, вообще искать креативных сотрудников. Как вы считаете, вообще креативность, что это такое и вообще что заключает в себе это понятие? Я думаю, сейчас сильно все изменилось с точки зрения креатива в условиях новой экономической ситуации. И сейчас под словом креатив, наверное, что-то другое подразумевается. Либо это какая-то немножко устаревшая информация. Дело в том, что сейчас, наоборот, как ни странно, владельцы бизнеса, в первую очередь, увольняют сотрудников, маркетологов, в том числе креативных. Вот беда в чем, что если посмотреть внимательно на то, что делают маркетологи, креативные маркетологи особенно, они часто таким образом самореализуются. Они приносят владельцу прибыль. Поэтому вот эта тема креативности, когда мы говорим, мы сделали какую-то акцию или что-то такое разработали, ух ты, как было здорово, как было весело, как было креативно. Но на вопрос, сколько на этом вы заработали денег, как правило, тишина. Поэтому я к слову креатив очень осторожно отношусь. И я думаю, что сейчас креатив не будет сильно востребован. Хорошо, если говорить о маркетинге в целом, то что, какие тенденции, какие тренды сейчас преобладают вот именно в маркетинговых политиках компании? Вот я бы так сказал. Сейчас люди все меньше и меньше верят в средства массовой информации, интернету, телевидению. Люди доверяют сейчас тем, кого давно знают. Ну, лет 15, если мы знакомы, то я доверяю. И что бы ты ни говорил в разных сферах, наверное, я это воспринимаю нормально. Второе, люди верят экспертам, ну, в той или иной области. Может быть, эксперт по маркетингу, может быть, эксперт, который ремонтирует автомобили. Но больше всего люди верят экспертным сообществом. То есть, если есть какое-то экспертное сообщество, пусть, например, маркетологов, то, скорее всего, я приду туда, чему-то там научусь и что-то получу для своего бизнеса, чем к эксперту одиночки. Вот поэтому вот и сейчас тема доверия очень серьезная. Поэтому доверия к экспертному сообществу больше, чем к одиночке. И когда владелец, мы сейчас, наверное, говорим про них, про людей, которые зарабатывают деньги, хочет что-то получить сейчас, сейчас очень высока, очень дорогая цена ошибки. Если маркетолог ошибся, пусть он не креативный, то это сродни раздарению бизнеса. И важно владельцу быть самому маркетологом. Ну, как Тив Джобс. Он был отличный маркетолог. И я думаю, что, наверное, в условиях новых наш владелец должен быть и жнец, и кузнец, и надудей, и игрец. И маркетолог в первую очередь. А маркетинг, так вот, к слову сказать, наверное, самое простейшее такое его обывательское, ну что ли, определение, это не что иное, как выстраивание взаимоотношений с контрагентами рынка. То есть выстраивание взаимоотношений с поставщиками, конечно, с клиентами, с потребителями. И вот в зависимости от того, какие у тебя отношения с твоими клиентами, такой у тебя и бизнес. И то, что я говорил про отношения между людьми. Как правильно выстраивать вот эти взаимоотношения? Вот, например, человек приходит в бизнес, да, открывает свою компанию. На начальном этапе, предположим, это стартап, да. Что нужно сделать для того, чтобы начать правильно выстраивать взаимоотношения с клиентами, поставщиками, покупателями, ну и так далее? Для начала бизнесмен должен понять, с кем он будет выстраивать взаимоотношения. Есть такое понятие целевая аудитория. Нужно ее четко понимать. И когда человек говорит, что моя целевая аудитория это все, например, у кого есть деньги, или все женщины, или все пенсионеры, он ошибка, ошибается. Целевая аудитория, когда она четко определена, ты можешь сказать конкретно, сколько этих людей в единицах на твоей территории. Где и как можно научиться маркетинговой книге, курсы, обучающие тренинги? Каким образом? Есть, конечно, я много встречал ребят, которые после маркетинговых обучений приходили устраиваться ко мне на работу и к моим коллегам на работу. И у них были слишком завышенные ожидания. И когда я спрашивал, ну что ты умеешь делать, максимум, что мне люди могли рассказать, они могли мне какие-нибудь книжки пересказать. Причем 30-летней давности. Это было сильно далеко от практики. И у них реально не было никакой практики. Как правило, эти люди, они не имеют своего бизнеса, они не понимают законы бизнеса. Они знают понаслышке, как правило, от преподавателей, которые не имеют своего бизнеса, которые учили их, не понимая до конца все-таки, что они делают. Это скорее теоретическая такая история была. Поэтому я бы не хотел уходить перекос, что это только теория или только практика. Для меня практика, ну, первична. Потому что я сам бизнесмен традиционный, а потом уже маркетинговые знания на это накладывал. Хотя, я думаю, и обратный тоже подход, ну, нормальный. Поэтому я думаю, что те ребята, которые хотят, правда, этим научиться, им нужно относиться к бизнесу, как владелец бизнеса. И пусть какой-то хотя бы маленький бизнес, но они бы покурировали и знали бы все его законы. Ну, вот в любом случае, для того, чтобы завоевать свою целевую аудиторию, о которой мы уже сегодня говорили, да, нужно понимать, с каким потребителем ты имеешь дело. Вот сегодня среднестатистический потребитель. Как бы вы его охарактеризовали? Сильно ли он отличается от того потребителя, который был, ну, скажем, 5 лет назад? Вообще, что он хочет? Его цели, намерения, устремления? Какое он? Я сначала сделаю такую ремарку. Есть отличие, не все это понимают, чем отличается потребитель от покупателя. Например, когда мама для ребенка покупает киндер-сюрприз в магазине, то мама является покупателем, а ребенок – потребителем. И поэтому хитрые маркетологи ставят киндер-сюрприз на уровне по пояс маме, чтобы ребенок видел и хватало за это сюрприз, кричал, мама будем покупала. Но если посмотреть внимательно на мотивы людей, что там в киндер-сюрпризе – хороший шоколад или классная игрушка? Дурацкий шоколад, дурацкая игрушка. По сути, мама покупает две минуты спокойствия, выбрать колготки себе. А ребенок покупает тоже не шоколад, но покупает, ну, что-то такое интересное, развернуть, посмотреть, и через 2 секунды про это забыл. И вот нужно понимать, все-таки мы охотимся за кем? За потребителем или покупателем? Понимаете, это разные истории. И чтобы с ними разобраться, нужно с ними подружиться. Нужно прямо в них выжиться. То есть есть технологии для того, чтобы разобраться, кто твоя целевая аудитория. Есть куча всяких исследований, фокус-группы. Можно с этими людьми разговаривать, они точно среди нашего окружения. Можно выходить в поля, прямо в торговые точки, разговаривать с ними, наблюдать за ними, смотреть их какие-то поведенческие особенности. Это серьезная, на самом деле, очень такая наука, и отчасти где-то искусство. И здесь просто нужно не жалеть времени. Здесь нужно 7 раз отмерить, а только потом деньги заплатить. Ну вот вы в начале нашей беседы сказали о том, что самое главное сейчас это вызвать доверие у покупателя, да? А какие практические инструменты существуют для того, чтобы это самое доверие вызвать? Вот если говорить про тренды, что произошло с покупателем сейчас? Покупатели все больше рационализируют свой подход к покупкам. То есть если раньше покупатели делали процентов, наверное, 80-70 спонтанных покупок, то человек шел в магазин, не зная, что он хочет. Вернее, он думал, что он знает, но покупал что-то там, дома удивлялся, зачем он это купил. Сейчас ледяная доля покупок, вернее, принятие решения о покупке происходит дома. И он приходит в торговую точку уже с готовым решением. Соответственно, вот это рационализаторство в покупках, оно присутствует. Соответственно, людям нужно некое объяснение, почему продукты или услугу будут покупать, особенно если он делает это повторно. Есть еще такое понятие, как пост-рационализация. Когда человек купил что-то, ему нужно потом доказательство того, что он сделал правильный выбор. Как женщина покупает сапоги? Она купила и смотрит по последним бутикам, правильно ли она сделала. И это касается не только женщин, не только сапог. Поэтому в данном случае нужно людям объяснять, если это не впаривание. Если это не просто продалбивание через какие-то каналы, просто просверивание в голове дырок и всаживание туда какой-то информации. Не хочу называть торговой марки. А если это реальная дружба с клиентом и именно вступание во взаимоотношения, я называю это рыночный сектор экономики. То тогда, разбираясь все-таки в мотивах людей, потребностях людей, в том, какие у них есть критерии выбора, по каким качественным характеристикам они принимают решения. И, учитывая все это, нужно просто человеку дать рациональное объяснение, почему для него это хорошо в момент покупки и почему будет хорошо после покупки. Ну вот, начиная маркетинговую компанию, некоторые руководители считают, что это безумно дорого. Так ли это вообще, маркетинговая компания, это действительно очень дорогое мероприятие? И если да, то есть ли смысл вообще в него вкладываться, особенно начинающим бизнесменам? Есть такое понятие как цена, есть такое понятие как стоимость. То есть, как правило, если стоимость услуги или вот о чем мы говорим, как услуги маркетинговой, выше в 5-7 раз, чем стоимость, тогда слово дорого уходит. Вопрос, дорого что? Дорог специалист или дорогие коммуникации, которые мы, например, в телевизор вкладываем? Соответственно, я думаю так, что, скорее всего, человек просто не до конца понимает все-таки, что такое маркетинг и не умеет считать. Есть такой термин, который называется ROI, Return of Investment, взрыв инвестиций по той или иной маркетинговой коммуникации. Есть простейшие формулы и таблички, которые оценивают эффективность той или иной коммуникации. Поэтому, если вы сделали разработку, есть технологии разработок. Одна из них, Flashpoint, я являюсь ее соучастником, мы много лет уже ее делаем и кучу проектов сделали по этой теме. Делаются коммуникации, делаются разработки, считается вот этот ROI по разным коммуникациям. Выбирается самый эффективный и делается. То есть, тут вопрос не в дороговизне. То есть, вопрос, дорого что это? Дорого стоимость контактов? Дорого конечная цена? Или та цена, которая есть на продукты или услугу, она неадекватная? Ну, то есть, не очень такая конкретная штучка. Поэтому, скорее всего, это некое эмоциональное у человека видение, и он не до конца понимает, о чем он говорит. Либо никогда с этим не сталкивался, либо сталкивался с неуспешным опытом. Маркетинг без бюджета возможен? Есть такое. У меня есть отличный знакомый Павел Дитков, он из Минска. Его компания PR-квадрат заняла огромное количество за последние три года всяких номинаций, где у них как раз есть маркетинг без бюджета. Он придумывает вместе со своим агентством такие коммуникации, которые стоят копейки, но приносят очень большие результаты. И он каждый раз рассказывает новые кейсы. Расскажите какую-то фишку, которую он вам рассказал, придумал, маркетинг без бюджета. Ну, одна фишка, наверное, расскажу про самую известную компанию Coca-Cola. И они работали с Coca-Cola, когда детишки в одном из торговых центров могли прийти и увидеть там экран на стене. И в этом экране сидел Дед Мороз, и этому Деду Морозу можно было позвонить и поговорить с ним, заказав подарки. И представляете, приходит ребенок в торговый центр, видит, что стоит очередь из ребятишек, которые звонят Деду Морозу. Но чтобы ему позвонить, нужно было купить две бутылки Coca-Cola для начала. Между прочим, у того аниматора, который был на том конце провода, у него фамилия была Мороз. Поэтому там было очень много таких историй. И когда ребенок звонил Деду Морозу, с ним разговаривал, и Дед Мороз, значит, понятно, что это видели родители, у них была отличная коммуникация. И когда ребенок приходил в садик, как вы думаете, о чем он там говорил? Ну, о Деде Морозе, конечно. И что делали дети? Конечно, тоже хотели пойти к Деду Морозу. Они тащили своих родителей в торговые центры. Таким образом, Coca-Cola и продажи взлетели на невероятных высот, при этом это стоило копейки. Здорово. Самый эффективный маркетинговый инструмент, как вы считаете, какой? Их на самом деле много. Ну, вот самый эффективный, ну, скажем так, для стартапера. Я скажу свое отношение. Вот как раз это касается и минимизации бюджета, и отношения к этому других людей. Я просто лишь хочу сказать, что очень много есть маркетинговых инструментов. У нас есть даже такая таблица Менделеева. Ее сделал мой друг, президент Самар Вадим Ширяев, в которой он написал несколько сотен вот этих маркетинговых инструментов. Мне сильно лично очень нравится вот этот именно МДЖМовский принцип. То есть, когда люди рекомендуют другим людям, это ничего не стоит. Просто этих людей нужно вовлечь в какую-то игру или в какую-то коммуникацию. Вот как бы дети были вовлечены в коммуникацию с Дедом Морозом. Когда они начинают искренне, без денег, без каких бы то ни было там преференций, говорить с горящими глазами о том, что он что-то узнал, увидел или почувствовал. И я считаю, что вот эта тема, есть даже такой термин маркетинг-повлечение. Если использовать именно вот это маркетинг-повлечение, тогда эта штука растет как снежный ком. И, конечно, здесь нужно подключать какие-то коммуникации, связанные с интернетом. Без этого никуда, потому что это будет расти и развиваться не только в твоем локальном месте, а гораздо шире. Я, кстати, считаю, что тот бизнесмен, который мыслит категориями только своей улицы или своего города, слишком ущемлен, потому что сейчас гораздо все шире и глобальнее. И нужно уметь этим пользоваться. Поэтому нужно осваивать вещи вот МГМ-овские принципы плюс интернет. Я думаю, этот микс сейчас дает очень классный результат. Как вы считаете, начиная маркетинговую кампанию, можно ли на самом начальном этапе предвидеть, просчитать, будет ли она успешной или нет? Вот да, то, что я говорил, вот эта таблица, которая рассчитывает ROI, она, конечно, рассчитывает, но слишком много неопределенностей, и мир сильно меняется. И нельзя сделать маркетинговую кампанию какую-то и потом 5 лет жить по ней. Дело в том, что маркетинг – это, вот как я сказал, выстраивание взаимоотношений. Если ты выстраиваешь взаимоотношения с любимой девушкой, ты это делаешь каждый день. Так же, как и с любимым клиентом. Нужно это делать постоянно, регулярно. И ты не можешь использовать стратегию с любимой девушкой сегодня такой же, как через 5 лет. Потому что отношения меняются, мир меняется, много что меняется. И то же самое тут. Разработка, она не кончается разработкой. Она идет постоянно. Ты держишь постоянно ее апгрейд. Завтра, послезавтра, через год. И самая здесь есть классная фишка, когда в этих разработках участвуют твои клиенты. Как только ты вовлек в разработку клиентов, соответственно, сами клиенты, они подсказывают тебе, что им нужно. Ты разрабатываешь продукт и услугу под их запросы, под их ценник, под их мотивацию. Тогда это получается безапелляционно точно. Валентин, какой бы совет вы дали бизнесменам сейчас в условиях кризиса? Вот сейчас в условиях кризиса я вижу, что есть две особенности поведения бизнесмена. Особенность первая – это пытаться переждать. Ну, как страус, который прячет голову в снег, да, у нас тут нет песка. И он думает, я пережду, дальше начну. Но, учитывая, как кризис будет развиваться, ну, мало кто делает прогнозы, на самом деле, но многие прогнозы все-таки неутешительные. И речь о том, что кризис будет длиться, там, 5-7-8 лет. Поэтому переждать, там, наверное, 7 лет, купив себе, там, мешок гречки на Алтае, вряд ли удастся. Другая стратегия, которая лично мне нравится – это момент кризиса. Как писал Качалов в прошлый кризис, у него есть, Игорь Качалов, у него есть классная книжка «Кризис. Лучшее время для роста». Поэтому момент, пока схлапываются рынки, пока умирают конкуренты, многие не знают, что делать, или находятся в паническом состоянии. Есть отличный способ сесть, трезво подумать, понять, что эта штука неизбежна, она уже пришла. И научиться в этих условиях не просто выживать, а научиться в этих условиях подниматься и зарабатывать. Такие примеры есть, нужно просто изучить, нужно разобраться в маркетинге. Спасибо большое. Я теперь предлагаю вам пройти наш блиц-опрос. Это три вопроса, на которые вы должны ответить в течение 20 секунд. Готовы? Давайте попробуем. Давайте. Эффективный маркетолог. Какой он? Тот, который зарабатывает деньги для своего владельца. Ваше самое сильное качество? Я надежный, я довожу дело до конца. От чего в жизни нужно избавляться, чтобы стать успешным? Нужно избавиться от всего лишнего и то, что не работает. Спасибо вам большое. Благодарю вас за интересное интервью. Спасибо. С вами было очень приятно. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Наступивший 2015 год экономисты называют кризисным. Но если посмотреть на этимологию слова, то, например, в китайском языке оно состоит из двух иероглифов. Один из которых обозначает опасность, ну а другой – благоприятная возможность. О том, чего ждать от года синей деревянной козы, который, кстати, по восточному календарю наступает 19 февраля, нам рассказал бизнес-тренер международной экспертной компании «Бизнес Форвард» в нашей новой рубрике «Экспертное мнение». Рекомендую начать этот год с генеральной уборки, с его офиса, компании. Это приводит в порядок людей и настраивает, помогает людям гораздо быстрее вернуться в рабочее состояние. Этот год будет больших перемен, больших резких изменений. Они начались в прошлом году, в этом году они продолжатся. Чем-то похожи на 90-е, только другие изменения. И изменения происходят как в российской экономике, так и в мировой. Как заметил один мой знакомый, мы переживем сначала падение рубля, а потом, когда упадет доллар, нам будет полегче, потому что у нас будет уже прививка. Так вот, это будет интересный год, в чем-то кому-то трудный, для кого-то очень успешный. Деньги никуда не исчезают. По закону сохранения энергии. Если их где-то стало мало, где-то их начинает появляться больше. На мой взгляд, самое важное будет научиться смотреть правильно, где сейчас есть точки роста. И работать в первую очередь с клиентами, которые растут. И если ты попадаешь под воду и цепляешься за камень, якорь, цепь, утонешь. Если цепляешься за спасательный круг, деревяшку, лошадь, выплывешь. Вот так же в следующем году очень важно будет ориентироваться на новые растущие направления. И стараться устанавливать контакты, помогать в первую очередь им. Если вы будете поступать так, если вы будете сами в великолепной форме, если ваша команда будет тоже в превосходном состоянии, то это будет год большого вашего успеха. Чего вам искренне желаю. Свои вопросы экспертам нашей рубрики вы можете задать по адресу электронной почты деловой-разговор-собака-mail.ru Ответы вы обязательно услышите в ближайших выпусках программы. Кстати, автор самого оригинального интересного вопроса получит специальный приз от экспертов нашей рубрики в конце года. И в заключении программы хочу вспомнить одно мудрое изречение. Кто хочет стать успешным, ищет возможности, кто не хочет, ищет отговорки. Ищите возможности, оставайтесь всегда на телеканале Россия 24 и всегда на гребне удачи. Всего доброго, до свидания.